Ты же меня подманула, ты же меня подвела. Судя по видеороликам из интернета, украинские военные массово берут в плен российских военнослужащих в Курской области. В Киеве это официально признали, но заявили, что россияне сами сдаются в плен. Снова дякую и всем нашим хлопцам, которые пополняют обменный фонд. Это очень важно для нашей страны. Уже сотни российских военных сдались в полон, и все они отримают гуманное ставление. Такого ставления они даже у их же российской армии не могли. Военное руководство Украины утверждает, что ВСУ взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. В регион стянуты артиллерия и операторы дронов, которые помогают ВСУ продолжать наступление, ограничивая российские беспилотники в поражении тылов украинцев в Курской области. Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. На мой взгляд, это было сделано абсолютно сознательно, потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день, ну, наверное, просто противоестественно. Россия утверждает, что ее войскам все же удается сдерживать наступление ВСУ. В подтверждении своих слов Минобороны публикуют видео, где российские военные самолеты, Су-34 и другая техника наносят удары по украинским целям в Курской области. Примечательно, что на прорыв ВСУ через российскую границу не стали возражать западные партнеры Украины. Впервые события в Курской области прокомментировали в США. Вместе с тем, в пограничных российских районах ситуация остается сложной. Вслед за Курской областью режим чрезвычайной ситуации объявили и в Белгородской. Свету нету, связи нету, воды нету, нету ничего. Как все улетели на другую планету, а ты остался один. И птицы перестали петь. А через двор пролетают и вертолеты, и самолеты, и снаряды летят. А что оставалось делать? Бросили все. Продолжение следует...